Финансовое благополучие сегодня особенно волнует людей. Это, конечно, напрямую связано с режимом самоизоляции, но есть и положительные стороны. Многие люди наконец-то смогли спросить себя, нравится ли мне моя работа и чем я хочу заниматься. Ответить на эти вопросы самостоятельно непросто. Разобраться в себе и найти дело, которое приносит радость и достаток, поможет Яна Матузенко или бизнес-доктор, как ее называют в социальных сетях. Здравствуйте. Здравствуйте. Я читала, что деньги – это энергия, и ни в коем случае нельзя их тратить с каким-то сожалением, иначе они не вернутся к нам. Правда ли это? Замечательный вопрос. На самом деле, да, деньги – это один из видов энергии. Как мы знаем, что все в этом мире у нас связано из энергии. И человек, когда к нему приходят деньги, у него есть два варианта. Он либо все на себе остановил, съел, да, истратил непонятно куда, либо он деньги отправляет куда-то еще во благо, на свое образование. То есть он таким образом закручивается денежный поток. И вот этот момент, когда мы тратим сожалея, да, то есть мы, получается, не радуемся этому благу, которое к нам пришло в виде денег. Деньги же – это оплата за результат нашего труда, а деньги – это показатель наших стараний. И если мы добавляем туда какие-то негативные эмоции, то, да, может денежный поток перекрыться. Потому что все, что нам не дается, мы должны использовать с радостью, с удовольствием и во благо. И поэтому очень важно, ну, в принципе, очень важно быть в хороших эмоциях, в положительных, высоких вибрациях. И тогда ничто у нас не перекроется. А деньги любят счет – это противоречит этому высказыванию, что деньги нужно тратить с радостью? Или это дополнение идеальное? Это обязательно дополнение. Мы, вот, я на своих курсах обучаю не впадать в крайности. Любую пословицу, любую метафору можно трактовать с выгодой для себя. Но если все это делать разумно, если все это делать в рамках цели, да, ради которой ты живешь, то, в принципе, деньги становятся действительно удовольствием. И деньги становятся действительно благом. Вы в своем инстаграм-аккаунте пишете, что быть богатым или жить в достатке – это мышление. Это нужно вот так как-то видеть мира по-особому, правильно? Да, я последние два года очень сильно увлеклась именно мышлением, именно устройством мозга. И вот все, что я открыла для себя и применила для себя, и я теперь понимаю, я могу сказать, что я это провозглашаю, и я за это радею, что деньги, они не в кошельке. Деньги, они в голове. На самом деле, и даже есть такая существует фраза известного человека, что маленькие деньги, они зарабатываются, а большие деньги, они придумываются. Да, это такое известное выражение, и поэтому все зависит от нашего мышления. И от настроя, так полагаю. Да, да. Но нельзя же, наверное, сидеть и думать только. Нет, нужно еще и действовать, конечно, в первую очередь, обязательно. Ну вот я бы хотела здесь отметить, что когда я провожу курсы и тренинги для своих студентов и тех, кто у меня обучается, что первый шаг, который мы начинаем, это, конечно, мы погружаемся в мышление. Мы вытаскиваем убеждения, которые к нам пришли из поколения в поколение, от наших бабушек, дедушек, мам, пап, да, вот это вот все. И мы начинаем разбирать, откуда, как говорится, ноги растут. Мы меняем убеждения, да, то есть было убеждение, ну, например, самое распространенное, денег нет, денег нет, денег нет. И мы начинаем менять, что деньги есть, но здесь очень такой тонкий момент. У кого и когда деньги есть у меня? Всегда. То есть, ну, свои есть секреты и тонкости в замене убеждений. О которых вы расскажете обязательно. Да, глубоко разбираем. Ну, давайте все-таки нам парочку секретов и приоткроете, как человеку улучшить свой достаток. Да, конечно. Первое правило, как я сказала, это, конечно, мы занимаемся мышлением. И второе, ну, следующее, это обязательно изучить азы финансовой грамотности. Без этого мы дальше двигаться не можем. Это все равно, что знать правила дорожного движения. И мы не имеем права управлять автомобилем, не зная этих правил. То же самое мы, на самом деле, не имеем права управлять деньгами, если мы не знаем правила управления деньгами. Но даже пешеход должен знать правила дорожного движения. Да, действительно. У нас то яма, то канава, то столб, то еще что-нибудь. То есть авария. В финансовой жизни так, почему происходит? Люди 18 лет выходят в возрослую жизнь, и они не умеют управлять деньгами. Не умеют. К сожалению, опять-таки не научили ни родители, ни нас. Были, к сожалению, другие времена. И вот наша задача, я сейчас являюсь сертифицированным консультантом при Министерстве финансов. У нас такой проект существует, всероссийский, по повышению финансовой грамотности населения. То есть мы такие на передовой, которые несем, что нужно знать финансовую грамотность, нужно ее изучать. Потому что вот этот кризис, который сейчас настал, он показал, он подсветил такие места, подсветил такие провалы у людей, которых здесь уже некуда. Понятно, что нужно учить финансовую грамотность. Без нее некуда. А еще в кризис сегодня кичатся своим богатством те, кто успел что-то скопить. Но каким образом? Потому что накопление денег – это искусство. Так скажите, как правильно откладывать свои деньги? Да, это искусство. Но я бы не сказала, что кичатся. На всякий случай такой момент, что просто радуются, что какой я молодец, что я знаю о финансовой грамотности, я себе сохраняю. Извините вас, перебью. Некоторые откладывают, вот все откладывают, а сами едят, не знаю, там, крупу каждый день какую-нибудь, и все. Это синдром. Это крайности, про которые я уже как упоминала, в крайности мы не впадаем. Потому что все-таки живем мы на этом свете, да, в этот мир мы пришли, чтобы жить и радоваться. И полностью все откладывать, во всем себе отказывать, но это тоже неправильно. Мы все-таки должны от жизни получать удовольствие в том числе, иначе для чего мы живем. И либо все скопить, либо все истратить, это крайность. Поэтому мы находим золотую середину, рассчитываем обязательно, если мы хотим к чему-то прийти, у нас есть цель. Мы рассчитываем финансовую цель, ставим планы, и в соответствии с этого, исходя из того, какой у нас доход, мы считаем, сколько мы откладываем, сколько мы тратим. Поэтому это тонкая, интересная работа. Вести учет своих средств. Да, кстати, я вот недавно скачала себе приложение, начала вести учет расходов и доходов. И, кстати, очень полезно и интересно. Даже где-то решила сэкономить можно на некоторых областях. Совсем скоро у вас стартует онлайн-тренинг с чистого листа. Это настоящее антикризисное предложение для тех, кто хочет полностью перезагрузить свою жизнь. Расскажите об этом. Я горжусь очень своим продуктом, который я сделаю. У меня уже будет стартовать второй поток. Результаты потрясающие, на самом деле. Я отзывы видела, кстати, что девушка сказала, что ее было так сложно, и она хотела бросить. Была на кране. То есть сложно стать взрослым, будучи взрослым. Да. На самом деле это беда нашего поколения и поколения, возможно, наших детей. И суть такая, что чем отличает основную позицию взрослого от позиции ребенка? Ребенок, он обижается и сваливает всю вину на кого-то. И мы, порой взрослые люди, которым 30, 40, 50 и даже 60 лет, даже в этот кризис делятся на две категории. Кто-то обвиняет власть, президента, не та страна, что-то еще. Все кругом виноваты, не то пособие, не того размера, все плохо, и это виноваты они. Либо есть люди, которые уже начинают разбираться, да, которые чуть-чуть становятся в теме, и они понимают, что вся ответственность-то на мне. Все дело во мне. Это я не скопил себе денег, это я не отложил себе денег, это я все деньги проел, поэтому у меня сейчас нет подушки безопасности. Взрослая позиция – это когда мы берем ответственность на себя, за все происходящее вокруг. И вот этот ключевой момент, который, да, меняет мышление, и у нас потом уже начинается такая тренировка, мы выкидываем разные задания и определяем, где здесь детская позиция, где взрослая, как из детской перейти во взрослую позицию. И за две недели этот навык вырабатывается, потом у нас еще есть постсопровождение, конечно, потому что мы все знаем, что привычка и навык вырабатываются за 21 день. И в тренинге мы также вырабатываем эту привычку, и потом это становится стилем и образом жизни взрослой ответственной позиции. И очень ключевое, что я хочу донести, почему это важно? Потому что, по секрету вам сказать, у детей, если человек находится в детской позиции, у детей денег только на карманные расходы, на конфетку, на шоколадку, а большие деньги придут только к взрослым людям. Поэтому это важно, и поэтому это первый шаг. Ну и, конечно, мы изучаем азы финансовой грамотности. Очень классный модуль, когда мы раскрываем таланты и мастерство через специальные техники и методики. Девочки просто вскрывают в себе какие-то невероятные таланты, которые до этого просто спали в них, были немножко закопаны. И мы их раскрываем, и через них, через монетизацию своих талантов, открываются дополнительные источники доходов. Это дополнительная возможность, чтобы увеличить свой денежный поток. И вот чтобы люди не жили с конфетками во взрослой жизни, расскажите, когда начинается тренинг и где можно записаться на него? Тренинг у нас стартует с 26 мая. Количество человек там ограничено, потому что я лично веду каждую участницу. И чтобы все получили глубокую, скажем, проработку, я работаю с каждой лично. И поэтому количество ограничено. Стартуем с 26 мая. Записаться можно у меня на странице в Инстаграм Яна Матузенко. И там, кстати, есть пост про основную программу, что мы там ожидаем. И как бонус, основной результат после этого тренинга, у каждой получается сформированный личный финансовый план на ближайшее время. Это в горизонте 5 лет. Это, ну, уникальный навык. Отличный вклад в свое будущее. Отличный вклад в свое будущее. Да, конечно. Тем более сейчас все сидят дома, а у вас курсы онлайн. Да, онлайн. Это очень легко и очень удобно. Я приглашаю всех, кто желает что-то поменять в своей жизни, на свой тренинг интенсив, он так и называется, с чистого листа. Масса пользы, масса полезностей. И поверьте, что после этого тренинга ваша жизнь разделится на до и после. И поэтому я вас приглашаю на свой тренинг с чистого листа. Спасибо большое вам за беседу. А я напоминаю, у нас в гостях была финансовая консультантка, уч Яна Матузенко. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова